Добрый день, я Сидрот. Друзья, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Ученые из нас запрогнозируют вхождение гигантского астероида в атмосферу Земли. Это вхождение астероида произойдет в 29-м году. Звезда по имени Полын из книги Откровения является символом этого астероида. И сегодня у меня в гостях Том Хорн. Том Хорн располагает важными естественными и сверхъестественными сведениями о возможных пропорциях данного астероида. Есть гипотеза о том, что этот астероид приблизится к нам. Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Я ждал этого особенного интервью очень долго. Я ждал это интервью много лет. А почему я ждал его? Потому что 40 лет назад этот джентльмен по имени Том Хорн скончался. Однажды этот чудесный брат получил запечатанные инструкции. Итак, Том Хорн должен был обнародовать их однажды в будущем времени. А существует ли библейский пример о запечатанных инструкциях? Он существует. Иов 33 глава. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на человека во время дремота на ложе, тогда Господь Бог открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвезти человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Я брал интервью многих людей, которые получали запечатанные инструкции. Они должны были ознакомить людей с ними. Меня интересуют инструкции, которые получил Том очень сильно. Брат Том Хорн выступал на нашем шоу в прошлом. Нам выпала честь. Мы первыми услышали часть инструкций, которые получил наш гость. Эти инструкции говорили об отставке самого Папы Римского. В 2010 году произошло одно событие. Обычно оно происходило в 2 часа утра. Я ложился спать. Я увидел изображение. Это было яркое изображение. Необычный громкий звук звучал в государстве Ватикан. Кромешная тьма сошла на Ватикан после того, как прозвучал тот звук. Я проснулся. Сразу после этого я начал записывать то, что видел во сне. Я записал одно интересное предложение. Папа Римский Бенедикт XVI подаст в отставку. Я даже записал день и год этого предстоящего события. Вы думаете об этом? Вы специалист по католицизму? Расскажите нам о том, какой информацией вы располагаете сейчас. Нет, однажды мы проводили исследование о древних пророчествах римских пап. Но там не было данных об отставке папы Бенедикта XVI. Наступил 2012 год. Я принял участие в вашей программе и рассказал о грядущей отставке. Это было в апреле месяце, если помните. Как часто папы идут в отставку? Последняя отставка состоялась 600 лет назад. Все мои друзья-католики отправляли мне эмейлы. Они писали о том, что ее служение развалится, папы не уходят в отставку. Они избираются пожизненно. И так время шло, но папа оставался в служении. Что вы узнали потом? В феврале 2013 года Ватикан опубликовал уникальные сообщения. Это сенсационное сообщение облетело весь мир. О чем была эта новость? Папа Бенедикт XVI уходит в отставку. В тот же день Ватиканская ежедневная газета «Римский обозреватель» дала интервью. Эта ежедневная газета дала интервью изданию «Нью-Йорк Таймс». Поищите этот материал в гугле. «Римский обозреватель» и «Нью-Йорк Таймс» опубликовали этот материал. Они открыли то, что было тайной когда-то. Они рассказали о том, что папа Бенедикт XVI секретно ушел в отставку после того, как он вернулся из поездки в марте. Он ушел в отставку в марте. «Курия» приняла его в апреле 2012 года. Мы еще не знали, что происходило во время тех переговоров. Я хочу сказать следующее. Ватикан изобрел секретных телохранителей. В чем же смысл всего этого? Он внедрил телохранителей, которых мы с вами не увидим. Вы понимаете, никто и никогда не знал о всех их действиях и предприятиях. Когда факты доказали, что я был прав, люди звонили мне. Все масс-медиа, включая CNN, упрашивали меня прийти к ним и дать интервью. Все эти СМИ хотели узнать, кто является моим осведомителем в Ватикане. Представляете? Я надеюсь, что вы сказали, кто это. Вы сказали им это. Я сказал им, это был Дух Святой. И они смутились. Итак, вы имели еще одно запечатанное наставление. Это было панорамное пророчество из Библии. Это из восьмой главы книги Откровения. Да, вы знаете, это было самое страшное переживание за всю мою длинную жизнь. Я противился всему этому. Я люблю позитивные вещи. Мне нравится, когда Бог дает мне надежду. Это случилось один год назад. Я лег спать, проснулся в два часа ночи. Неожиданно увидел грандиозную панораму. Она напомнила мне кино в современных театрах. Неожиданно я оказался в центре удивительных и необычных событий. Что же я увидел в своем сновидении? Во-первых, я увидел гигантского огнедышащего дракона. Он летел высоко в космосе. Он был похож на змея и летел на нашу планету. Затем перспектива изменилась, я оказался над драконом. Оказалось, что это не огнедышащий дракон. Это был колоссальный булыжник, астероид. Он двигался в пространстве, освещенный светом солнца. Я видел грани этого астероида. Благодаря свету, солнце осветило его. Мне казалось, что астероид движется то туда, то сюда. Неожиданно я оказался на нашей планете. И что было дальше? Десятки тысяч людей собрались вместе в одном месте. Мы стояли на горе. Мы спасали свою жизнь. Все люди кричали. Они взывали к Богу. Они просили его спасти их от одной напасти. Я оглянулся после этого и увидел, как эта огненная гора титанических размеров входит в атмосферу планеты Земля. Она принесла с собой огонь. Когда астероид упал на Землю, он раскололся на куски. Огромная глыба упала в океан. Другая глыба упала на Землю. Неожиданно Земля затряслась. Она содрогнулась так сильно, что все мы упали. Все люди повалились. Это было самое страшное зрелище. Я слышал ужасный звук. Это звук Земли, трещащий по швам. В то мгновение я подумал, что мантия планеты треснула. Я оглянулся в тот момент и увидел гигантскую водяную стену. Это было грандиозное цунами высотой в несколько сотен метров. Цунами накрыло вершину горы. Все бежали оттуда. Потом чьи-то огромные цепи взяли меня под руки. После этого я взлетел. Эти огромные цепи взяли меня и подняли меня в космос. Оттуда я смотрел на нашу планету. Вот важная деталь всего сновидения. Я не ученый и не знаю, что произошло бы, если бы такой астероид упал на нашу чудесную планету. То, что я увидел, ученые называют испарением. Я узнал об этом позже. Воды испарялись под этим гигантским раскаленным камнем. Мельчайшие частицы жидкости поднялись в верхние слои атмосферы. Потом поднялся ураган. Часть астероида упала на Землю. Началось извержение вулкана. Итак, вы увидели то, что происходило там. Но вы не знали, как объяснить то, что происходило в вашем сновидении. Вы не могли объяснить это с научной точки зрения. Но вы продолжали видеть все это. Да, вы знаете, я испугался очень сильно. Я провел исследование. Я испугался сильно. Есть то, что удивляет меня и приводит меня при этом в трепет. Вы услышали имя. Да. Назовите его. После того, как я испугался, я проснулся. Это было неожиданно. Вы знаете, я упал с кровати, лицо вниз меня трясло. Я сильно дрожал. Я никогда не видел ничего столь впечатляющего и страшного. Я начал записывать о том, что видел. Но неожиданно я услышал голос. Я не знаю, была ли это мысль или звук, а может, и то, и другое. Этот голос произнес только одно слово. Апофис. Вы знали значение этого слова? Конечно, я знал, что апофис – это название древнего египетского божества зла и темноты. А я не знал об этом. Я изучал мифологию и знал о нем, ну, немного. Вначале вы думали, что это дракон. Вначале я увидел дракона, потом я узнал о том, о чем не имел представления до того события. О чем я узнал? Я обнаружил, что НАСА открыло астероид в 2004 году. Они назвали его апофисом. Вот и все, что я знал о нем. Как вы уже знаете, я увидел космический астероид. После этого я встал с постели и исследовал этот вопрос. Я узнал о том, что агентство НАСА следило за этим астероидом. Это агентство считало, что астероид может столкнуться с Землей в 2004 году. НАСА верило в то, что астероид может столкнуться с Землей. НАСА верит в это и сейчас. Хорошо, вы говорили об астероиде. Меня интересует апофис. Почему вы верите в то, что апофис – это звезда по имени Полынь из книги «Откровения»? Почему вы верите, что это звезда из Откровения? Во-первых, я верю в предсказания. Я верю в библейские предсказания и в то, что они сбудутся. Когда Иоанн написал о звезде, которая упала с небес, то он написал слово «Астер» на греческом языке. Итак, слово «астероид» произошло от слова «астер». Я не знал этого. Но прошло время, и я исследовал многое по этой теме позднее. В чем же суть вопроса? Апофис – это настоящий астероид. Что же говорит НАСА? Есть вероятность того, что Апофис упадет на Землю в 29-м году. Она изменила свое мнение, но они не отказались от него. НАСА пишет, астероид приблизится так близко к планете, что он столкнется со спутниками, которые находятся возле планеты. Это глыба чудовищных размеров. Я беседовал с астрономами, включая друга, который трудится в секретном отделе. Стоит упомянуть и сотрудника Пентагона Роберта Магеннона, который свел меня с нужными учеными. Эти специалисты заверяют нас в том, что такой астероид, летящий в космосе со скоростью почти 50 тысяч километров в час, не сможет достичь поверхности нашей планеты за 9 лет. Астероид приблизится так близко к Земле, что он столкнется со спутниками, которые находятся возле планеты. Но он не врежется. Это выдумка. Я верю в сны. Я верю в них, потому что я видел их. Вы понимаете, я верю в сны, потому что факт того, что я увидел их и атмосфера происходящих событий, не подвели меня ни разу. Я имею в виду и отставку Папы Римского, поэтому я твердо стою на этом. Подробности моих снов подтверждаются постепенно. Я говорю вам о том, что я пережил. Реальные события подтверждают то, что я прав в этом. Я верю в них от всего сердца. Я смотрел вам в глаза и заранее сказал будущую новость об отставке Папы. Все сказали, что мои слова не сбудутся. Апофис столкнется с Землей. И это произойдет в апреле 2029 года. Друзья, у Тома есть веские причины для того, чтобы верить в падение астероида. Он верит в то, что этот астероид является космическим событием масштабов событий конца времен. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самому создать в себе самому дабы создать в себе самому одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Вы знаете то, во что вы поверили благодаря видениям. Вы знаете то, во что вы поверили благодаря восьмой главе Откровения. Что вы ответили профессиональным астрономам на их вопросы о злополучном астероиде? И сходятся ли ваши видения с апокалипсисом? И что они вам сказали? Два астронома упрекнули меня в неверном понимании восьмой главы Откровения. Они сказали, первые четыре трубы — это четыре стадии одного события. Звучит первая труба, огонь падает с неба, покрывая три участка с собой. Это первый огонь, который сошел с небес. Затем падает астероид. Звучит вторая труба. Гигантский камень, сияющий как светильник, падает в море и происходит кораблекрушение. Это открывает дорогу для астероида Апокис. Звучит третья труба, она возвещает о падении звезды по имени Полынь. Она отравляет воды Земли. Многие люди умирают из-за этого. Теперь звучит четвертая труба. После четвертого трубного зова третья часть звезд, Солнце и Луна затмелись. Я хочу повторить то, что я видел, все это своими глазами. Но я еще не понимал, что это означало. Все осколки поднялись сверх и распространились по всей Земле струйным течением. Осколки закрыли свет. И все это является одним событием, которое произошло в результате падения астероида Апокис. Давайте остановимся на камне. Пожалуйста, расскажите нам о размерах этого астероида. Расскажите нам об Апокисе. Я приведу данные Национальной обсерватории Кит-Пик за 2004 год. Тогда НАСА назвало его Апокисом. Ширина астероида составляет 370 метров. Это 1200 футов. Ширина составит 4 футбольных поля НФЛ. Вес астероида Апокис составляет 20 миллионов тонн. 20 миллионов! Верно. Он путешествует со скоростью 28 тысяч миль в час. Послушайте прогноз ученых о дате столкновения астероида с Землей. Эксперты из НАСА говорят, что если это произойдет, то технология работы с картами указывает на то, что это произойдет на границе между Мексикой и Калифорнией. Это густонаселенный район. Другие ученые из НАСА говорят, представьте, все современные государства, обладающие ядерным оружием сейчас, это Китай, Америка, Россия и другие, представьте, что они применили все свое оружие, такими же будут последствия падения Апокисы. Мама дорогая, почему же вы считаете, что астероид покроет большую территорию? Один мой приятель из НАСА побудил меня сделать это. Агентство не хочет, чтобы эта информация ушла в народ раньше времени. К 2025 году люди посмотрят в небо. Они увидят астероид в любительский телескоп, а профессиональный им не потребуется. Два года спустя они смогут увидеть астероид невооруженным глазом. Всеобщий хаос начнется к тому времени. Сейчас они проводят меры по смягчению удара астероида. Я имею в виду космические силы Соединенных Штатов. Организация пытается найти способ вмешать астероиду принести большой вред Земле. Вы получили это видение. Астронавты и ученые дали свою оценку тому, что вы видели. Они описали то, что вы видели. Том, вы смотрите на Писание по-другому? Да. Дайте пример. 21 глава Евангелия от Луки. Будут знамения в Солнце и Луне и звездах небесных. Это говорится об астероиде. «Знамения будут даны через астероид, а на Земле уныние о народов». Я увидел именно такую картину. И недоумение. Люди не будут знать, что делать с этим. И море будет шуметь своими волнами. Я видел это. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Землю. Это 25 стих. Люди увидят астероид своими глазами. Точно. А что говорит Библия? Она говорит, тогда люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке Силою. Что написано потом, когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Итак, я услышал то, как президент Трамп объявил о создании нового рода войск. Дональд Трамп объявил о создании Космических сил Соединенных Штатов Америки. Как это событие вписывается в ваше предсказание? Как оно соотносится с видением о звезде под названием Полынь? Расскажите нам подробнее об этом. У вас и у меня есть друзья, которые окружают президента Трампа. Они верят в Бога и являются пророками. Они рассказали ему об этой проблеме, связанной со звездой. Некоторые из этих верующих христиан являются профессиональными учеными. Вот так появились эти новые уникальные войска под названием Космические силы Соединенных Штатов Америки. Теперь я расскажу причины, по которым власти создали этот род войск. Дело в том, что существует цель ослабить последствия падения астероидов на Землю. Необходимо отслеживать и обнаруживать околоземные астероиды. Почему это происходит так быстро? Вы понимаете, произошло еще одно знаменательное событие. В Кафедральном соборе Вашингтона состоялась торжественная церемония. Священнослужитель помазал и благословил новый экземпляр Библии. Это перевод эпохи короля Иакова. И произошло это в январе. Все служащие Космических сил примут участие в принятии присяги именно на этой Библии. Президент США Дональд Трамп и его окружение признали сверхъестественный элемент в своей работе. Вы верите в то, что это событие обратит людей к Богу. Оно заставит жителей планеты вспомнить о Нем. Да, я увидел, как все люди пали на свои лица. Они лежали ничком и молились. Новый Завет убеждает нас спасательных страхом, ненавидя их одежду, оскверненную плутю. Пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. Церковь будет спать духовно. Многие христиане будут спать духовно. Катастрофа заставит пробудиться людей по всей планете. Они обратятся к Богу. Я представляю то, как служения вроде Вашего воспользуются этой возможностью. Они будут благовествовать. Это будет уникальный шанс в истории. Нам выпадет самая благоприятная возможность. В те дни все будут думать и говорить об астероиде. Жители Земли станут молиться Богу о Своем спасении. Бог даст шанс Церкви нести Евангелие. Возможно, Господь организует очередное великое пробуждение на Земле. Итак, вы изучили тему о последнем времени в Писании. И утверждаете о том, что Господь Бог подарит людям лучик надежды. Что вы имеете в виду? В Писании есть грандиозное пророчество Иаиля. Великие полчища саранчи преодолевают вершины гор. Вот что Господь говорит в конце. Обратитесь ко Мне всем своим сердцем в посте и плаче. Раздирайте ваши сердца, а не одежды. Я дам вам благо, а не проклятие. В Писании есть еще один случай. Бог посылает Иону в Ниневию, чтобы сказать еще 40 дней, и город будет разрушен. Что сделал город? Все горожане покаялись. И Господь отменил кару. Я хочу сказать всего, что Бог не отменит этот суд. Однако я верю в то, что есть Божья милость над землей. Слава Богу, что я не являюсь Господом Богом. Аминь. Если достаточное число людей покается и обратится к Господу, то, возможно, Бог отменит суд. Всевышний отменит суд. Вы верите в это? Нет, я верю всем своим сердцем следующее. Я верю в то, что астероид исполнит предсказание 13 апреля 29 года. Это предсказание о звезде под названием Полынь. Об этом написано в Откровении. Это повлияет на планету. Я знаю о том, что небесное царство существует. Также я знаю о том, что преисподнее существует. Писание говорит о людях, которые видели ад и вернулись из него на землю. Они свидетельствуют о том, что он есть. Этот астероид ничего не значит по сравнению с адом. Ад — это бесконечное наказание. Ад — это вечная разлука с Иисусом Христом и Его любовью. Молитесь вместе со мной. Давайте сделаем это здесь и сейчас. Повторите за мною. Господь, я грешник. Прости меня за мои грехи. Я верю в силу крови Иисуса, в силу Его драгоценной крови. Она омывает меня от всякого греха, и я чист. Я чист пред Тобою. Как прекрасно быть чистым. Теперь я знаю, что я чистый. Иисус, я прошу Тебя, стань моим Господом и спасителем моей жизни. Иисус, живи во мне. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Райан Джонсон. Знакомы ли вы с обещанием пророков, которые еще не исполнились? Смотрите следующий выпуск «Сидорота. Это сверхъестественно». Я расскажу о том, как хранить пророческие обещания. Я расскажу о том, как дождаться Бога. Он исполнит их в вашей жизни. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт.